27 января день воинской славы России. День полного снятия фашистской блокады Ленинграда. 872 дня голода и холода остались позади, но в сердцах жителей города Героя они останутся навсегда. Наша съемочная группа побывала в гостях у супругов Ленгрен. Они видели блокаду своими детскими глазами и рассказали все, что отложилось в памяти. В окно глядели, а у нас напротив была булочная. В эту булочную всегда стояла очередь, потому что хлеб привозили, хоть эти 125 грамм маленький брусочек, но все равно его же надо было получить. И вот эта булочная была, конечно, для нас раем обетованным. Тогда и не Яковлевне было всего пять лет. В конце апреля 42-го года ее, как и многих других ленинградцев, спасла дорога жизни. Вместе с мамой, братом и двумя сестрами она уехала к бабушке в Вологодскую область. Все, что запомнилось во время переезда – страх упасть в озеро. Когда я утром следующего дня увидела, что бабушка чистит картошку очистки, отварила картошку в печке, сварила и чистит картошку, я подбежала и начала есть эти очистки. Как же так, как же можно выбрасывать очистки картофельные? Вот бабушка заплакала, я помню. И мне, матушка, возьми картошку, ешь, милая, картошку. Вот такой вот эпизод был. Вот такие были мы блокадные дети. А Евгению Борисовичу покинуть Ленинград так и не удалось. Две попытки эвакуации не увенчались успехом. Все 872 дня он вместе с мамой и братом находился в блокадном городе. Сделали печку, буржуйку маленькую. Надо было топить. Так вот мы с братом в эти разбитые дома лазили, щепки собирали. Ну, собирались тоже часов в 6 утра и шли в школу. Не потому, чтобы учиться, а там хоть топили немножко в школе. Там было тепло более. Ну, не то, что было. Но теплее, чем дома. Теплее, чем дома. Вот только из-за этого ходили в школу. Для этой супружеской пары Ленинград – особенный город. Там прошли и самые тяжелые, и самые счастливые моменты. В нынешний Санкт-Петербург они ездят каждый год, чтобы почтить память погибших в страшные времена земляков и посетить ту самую булочную, на которую в том далеком тяжелом детстве выходили окна. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.